Всем привет! Вы на канале Декортье, я Сальников Роман, и сегодня говорим про покрывала. Существует миф, что покрывала больше не популярны и их никто не использует, но мы считаем по-другому. Согласитесь, что покрытое постельное белье выглядит не всегда аккуратно, как минимум до первого раза использования, и потом все равно хочется накрыть так или иначе. Итак, давайте разберемся, какие покрывала сейчас в тренде и как выбрать актуальное покрывало. Безусловно, объемные пышные покрывала, которые были так популярны лет 10 назад, тканули в лето, и теперь на первый план выходит функциональность. Что нам хочется? Нам хочется, чтобы было удобно пользоваться, чтобы было мягко, лаконично, и для этого используется покрывало с минимальной толщиной. Видите, совсем практически тонкая, небольшая прослойка только для того, чтобы скрыть неровность справленной постели или кровати. И также, внимание, стали очень популярны готовые ткани покрывальные, которые являются двух- или трехслойными, или вот такие буклированные. Они по факту уже скрывают всю неровность и являются готовыми. Да, можно их поставить на подкладку, но это совсем необходимо. Можно просто обработать по периметру, по вашему размеру, обработать и добавить окантовку, либо кожей, либо кант из любой другой ткани, и вуаля, у вас готовое покрывало. Вариантов таких покрывальных тканей сейчас очень-очень много. Они различны по рисунку, по дизайну, по составу. В данном случае это стопроцентная шерсть. Также сейчас производители делают целые каталоги, посвященные таким тканям. Обратите внимание, какое разнообразие. И уже готовая вышитая ткань, и букле, и даже имитация меха. Здесь только нужно, как я уже сказал, обработать край, и у вас будет готовое покрывало, современное, модное. Мне очень нравится, безусловно, букле, оно сейчас в тренде. И вот эти косички. Обратите внимание, как они классно смотрятся и очень элегантно дополнят кровать. Итак, друзья, какие покрывало сейчас используют по размерам и по конфигурациям, по моделям. Можно сделать покрывало до пола. Большое по размеру кровати. Второе. Можно сделать, если у вас красивая из ножей кровать, и то не обязательно делать его до пола, оставить из ножей открытыми. Тогда вам нужно сделать так называемую коробочку. Но при этом будьте внимательны. Идеально должна быть застелена кровать, либо вообще нужно одеяло с подушками убирать. И еще такой нюанс. Покрывало может быть с отворотом. Тогда вы можете, во-первых, играть по дизайну. Отворот может быть другого цвета, другого рисунка. А также можно отворот сделать с запасом и сюда прятать подушки и закрывать. А еще классным решением, особенно для детских комнат, является двустороннее покрывало. Хотите, сделайте его ярким. Хотите, однотонным. Надо заметить, что все-таки в современных интерьерах все чаще и чаще используют гладкие однотонные ткани. Ну и, соответственно, гладкие покрывала. Но обязательно украшают какими-то декоративными элементами. В данном случае это ручная стежка, либо может быть декоративная тесьма, либо лента. Она может быть и кожаная, и фигурная, и любого дизайна и орнамента. Напишите, пожалуйста, в комментариях, используете ли вы у себя дома покрывало. Если используете, то какое, а если не используете, то почему. Говоря про покрывало, нельзя не сказать про саше. Это декоративный элемент, который кладется в изножье. Часто его добавляют к покрывалу, либо вы наверняка видели в гостинице, когда его используют прямо на постельное белье. Так или иначе, это классный декоративный элемент, который можно использовать в дополнении к лаконичному покрывалу. Захотели – добавили. Даже можно делать его также двусторонним. Сегодня одно, завтра другое. Быстрая смена настроения, быстрая смена декораций. И, конечно, не забывайте про декоративные подушки, которые также в комплекте классно украшают вашу кровать и комнату в целом. Итак, какую ткань выбрать на покрывало? Мы уже проговорили про составы, про фактуры. Теперь давайте про дизайн. Безусловно, если у вас выбраны ткани на шторы, то нужно так или иначе, и это будет грамотно, если вы их просочетаете. Если ткань не суперактивна, и она подходит для покрывала, можете ее же использовать на покрывале целиком, либо как декоративный элемент. Если же нет, то всегда можно подобрать компаньон или сделать из более подходящей однотонной ткани, либо с подходящей фактурой, и украсить элементами из той ткани, которая идет на шторы. Либо сделать из ткани штор, саше, либо декоративные подушки. А если вам нужно индивидуальное покрывало, сшитое по вашим размерам, из красивых дизайнерских тканей, то без сомнения обращайтесь по ссылке в описании, заполняйте форму. А для подписчиков нашего канала мы дарим покрывалу две декоративные подушки. Поэтому вам имеет смысл подписаться, поставить лайк и до встречи!